всем приветики пришла ко мне такая посылка я снова себе заказал такие вот разъемы была просто в почтовом пакете с пупыркой и такой zip пакет там получается 5 таких вот соединительных разъемов в общем такой с выходом сюда и со входом то есть два таких разъема чтобы я мог провода соединять то есть право надо можно не прибавить просто раскрутил в одну сторону и вставил ну то есть разрезал проводами не надо их спаивать друг с другом просто к одной стороне прикрутил такую штуку и другой стороны перекусил штуку что даже спавить на ты просто легко можно их соединять и разъединять в нужный момент вот в общем удобно такая штука здесь же подписано плюс минус 5 таких разъемов сверху 5 и 5 вот здесь вот диаметр 5 5 миллиметра внутри 2 и 1 вот такие вот штуки и покупал себе диаметр внутри 5 5 2 и 5 но небольшие по сравнению с этим большие намного больше вот но у меня были только пять таких входов выходов не было мне только одна такая штука была под под такие вход поэтому сказал сразу вход и выход чтобы можно было их соединять это удобно как бы вот можно же проверить их работает они на прозвон или нет вставляем один провод туда 1 сюда так не работает а так звенит значит работает теперь наоборот сюда а это сюда работает также этот один сюда вставляем а второй наружу звенит а теперь один сюда вставляем а второй внутрь и что-то он не звенит так это странно стоп получается этот не рабочий вот я проверил например вот это даже можно закрытыми вот минус к минусу вот минус проверить вот здесь минус мы вставляем и здесь минус минус минусом проверяем Так, где он там? Пищит. Теперь плюс с плюсом. Плюс с плюсом. Пищит. А здесь минус с минусом пищит. А плюс с плюсом не пищит. Вот сейчас ставим. О, не пищит. О чем это говорит? Потому что этот не рабочий. То есть, блин, вот так вот брак и присылают. Типа, заказываешь пять штука. Если ты одну заказываешь, тебе пришлют по-любому рабочую. Если ты заказываешь пять, вот уже могу ты не рабочую положить. Типа, подумаешь, одна из пяти не работает, ничего не будет. Не, я споро открою. Тут работает. Я споро открою. Пускай возвращаю тогда. Деньги заодно. То есть, эти две работают. Как надо. Хорошо, что я проверил. Минус с минусом. Плюс с плюсом. Работает. Одна не... Вот три работают. Скорее всего, так и будет. И они кривые, во-первых. Блин, китайцы тут. Тут работает, а тут... Тут работает. В общем, вот это не работает. Они еще кривые какие-то. Ну, ну, что это такое? Идет ровно, а вот это вот так вот как-то наклонено. И вот минус работает. Вот он, минус. А плюс нет. Ну, ни в какую. Вот он плюс. Я и отдельно проверял, вдвоем проверяю. Вот они... Вот он, вставлено. Минус не работает. Плюс не работает, то есть... То есть, из пятерых один не работает. Вот. Ну, все. Буду откроть спор, пускай возвращает. Я не помню, если оно там доллара стоило. Пускай ей двадцать центов возвращает. За одну. Вот. Такие дела. Так что, блин, что-то в последнее время с Китая как-то брак идет. Сразу, когда заказывал, все посылки были бы не нормальные, а в последнее время какие-то бракованные идут. Вот. Зато трансформатор троидальный. Тоже должен быть 26 вольт, а там 24, все же 23. Открыл спор, так там говорят, не хотят возвращать. Говорят, верните назад трансформатор, а он пускай вам полностью деньги вернет. Ну, блин, у меня отправка назад в Китай стоит 20 долларов. А он стоит 60 долларов. То есть, я почти что треть цены потеряю. То есть, три части цены, я одну из частей, третью часть потеряю. И у меня половины цены не будет, и денег не будет. Ой, товара не будет, и денег не будет. Зачем мне такие отправки? Тоже, что-то в последнее время какой-то брак цик из Китая пошел. Что-то мне это не нравится. Ну, вот. Надо, наверное, смотреть по отзывам, чтобы общее количество по магазину было не меньше 95% положительных отзывов. Если меньше, все, сразу отказ. Не надо такой магазин, потому что это будет вот такие вот корявые, присылать ерунду всякую, блин. Вот такие дела, как-то так. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok